так ну окей всем доброго дня у нас третья лекция вот и мы давайте сразу перейдем к второй главе к модулю нашего этого семестра он будет посвящен сортировкам вот будем говорить про сортировки и все что около этого окей ну сначала будем говорить про сортировки основанные на сравнениях ну и вторая часть нас на будет совсем немножко тому что и там другие земных остальными вот ну собственно у вас китом уже сортировки наверное были там быстро сортировка к слиянием hip sort поэтому сегодня вроде ничего особо нового не будет вот так что давайте в общем то начнем и начнем мы с теоремы теоремы о том что даже не так это у нас не теорема это лема будет лема о том что логарифм от n бактериал это от n лог n вот это такое важное замечание что доказательства тут есть два варианта первый вариант вы наверное уже знаете на детском и должно было быть то что есть такая классная формула стирлинга вот из нее сразу следует мгновенно это утверждение но второй вариант это если без ее привлечения то сделать следующее мы будем разбивать на два шага будем показывать что лог n бактериал он нас меньше либо равен там ну равен так по большому от n лог n но это достаточно просто делается давайте просто распишем это как-то сделать гриф от произведения точки дм по и по определению просто или же сумма логарифмов и ну понятно что каждый логарифм не превосходит логарифм н и все хорошо да здесь я не пишу нигде основания но для правдоподобности можете брать натуральный или двоичный здесь все без разницы вот второй вариант как показать что это о миг большое вот здесь уже чуть посложнее вот здесь вам предлагаю просто по индукции доказать вот такого соотношения вот из него понятно что следует вот это вот а вот это соотношение ну по индукции там доказывается что начиная помощь четверки будет уже очевидно верно вот может и с двойки даже сейчас логарифм двух больше раньше был грифм до дождойки все верно но так что можете просто индукцию провести все все просто здесь на этом останавливаться не будем опять же нам это не видим у вас был вот это лемма передавайте ведем определение чтобы сформулировать самый такой важный результат на основе которым будем дальше вести все рассуждения определение собственно сортировки основе на сравнении ну что это такое то сортировка где объекты можно только сравнивать на больше меньше больше бы ровно меньше бы ровно в общем случае достаточно оператора меньше там остальные можно через него все выразить на самом деле то есть сортировка где можно только только сравнить два элемента ну то есть вы там можете не знаю там вызвать кунь функцию компейер здесь мы пишем как замечание определению то есть можете вызвать компейер от x и y и она там не знаю вернет там true короче говоря в течение того что индикатор что x меньше y все вот вы умеете только вот такую штуку вызывать в своих сортировках и все вот как-то так здесь как бы арсенал у нас не то чтобы велик он очень скуден ну и понятно что у нас есть там всякие массивы мы можем читать писать но с объектом можем их только сравнивать все вот ревиальное упражнение выразить через оператор меньше все остальные операторы сравнение оператор больше равно равно оператор больше либо равно меньше либо равно и так далее ну и не равно тоже все это делается просто с помощью логических операций окей ну и теперь теорема уже теорема что сортировки основанные на сравнениях работают хотя бы за омега от n лога кировки на сравнениях работают за вот такую вот штучку вот поэтому когда им говорят что мы можем там сортировать за линию массив то видимо там будет что-то круче чем про сравнение вот ну давайте доказывать ну доказательство достаточно какой тривиальный если понять вообще что такое сортировка на самом деле чем заключается значит сортировки вот здесь задуматься то у нас есть просто под массив до отсортированный массив то действия какой-то перестановки индексов на нем надеюсь слово там перестановка вас не пугает вот у вас есть а какой-то и вот у вас есть там сигма а ну здесь давайте модуль а сигма там длина перестановки модуля вот и вот вот это вот перестановка нам не известно как действовать выходим и найти вот ну окей давайте сначала посчитаем сколько всего у нас перестановок это несложно всего перестановок ну я буду считать что это длина массива естественно m факториал вот ну думаю это достаточно очевидно вот давайте введем такое дерево давай здесь очень плохо давайте рассмотрим бинарное дерево ну или решающее дерево вот есть такая машина мучения штука решающие деревья лучше будем рассматривать их частную версию вот что у нас есть она принимает в себя массив возвращать сигму ну то есть вот нашу из кома перестановку она вернет нам и как это можно рассматривать с точки зрения деревьев ну окей вот нам на вход идет наш массив а да и вот тут у нас в узле узле там хранятся пара и жи вот она проверяет что а это меньше чем а жито жито вот если это правда там true то мы там войдем какой-то другой узел если в пол 100 там еще один узел вот ну и давайте считать что у нас и жи всегда какие-то уникальные в этих деревьев в этом узле будут потому что он казалось бы зачем два раза сравнить если мы уже один раз сравнили вот но если true то понятно что мы их меняем местами здесь делаться а и а жи так если меньше то все хорошо потому что ски меньше чем же вот вот а если это неправда то нам их нужно помять местами то есть вот у вас там был массив 1 2 4 3 и равно троечке жи равно четверочка в один индексации если смотреть вот тогда вы смотрите что правда ли что там вот это вот штука 4 меньше чем тройка ну таки неправда значит мне нужно их помять местами хорошо вот так вот false и тут дальше рассматриваем какую транспозицию и смотрим применять или не применять соответственно когда мы дойдем рано или поздно давайте догадаемся вообще что лежит в листах этого дерева ну да в конце в узлах этого дерева лежат перестановки лежат перестановки причем заметили что таким решающим деревом можно все перестановки перебрать есть достаточное количество достаточной саду подобрать то можно просто все монфактора перестановок подобрать перестановки. Более того, нам необходимо все nf! перестановок перебрать. Точнее, нам нужно, чтобы в узлах все nf! перестановки, потому что вдруг, если у нас нет какого-то узла, то есть нет какой-то перестановки, она окажется искомой, чтобы массив был отсортирован. Это грустная ситуация. Ваш алгоритм вообще не может отсортировать массив. Как бы вообще фиаско. Вот. Поэтому давайте все-таки пускай работать на любых входных данных. То есть у нас nf! f! Ну, листьев, листов, дерева. Вот. Ну, всякие бинарные деревья наверняка у вас там были где-нибудь в дискретной математике. Вот. Поэтому давайте обозначим высоту за h. Ну, я думаю, тогда понятно, чему равно h у полного бинарного дерева. Ну, да. То есть у нас как бы h, ну, давайте мы скажем для верности, там, больше либо равно, потому что у вас тут log n листьев, да, ну, еще там узлы всякие есть наверху. А у вас теперь размер-то логарифм от размера дерева. Высота этого логарифма от размера. Поэтому здесь верно вот такое соотношение. h больше, чем, ну, больше равен, чем log n факториал. Ну, мы показали, что это θ от n log n. Ну, откуда следует, что h равно омега от n log n. Вот. И в худшем случае нам придется спуститься действительно там до самого глубокого листа, то есть пройти всю высоту, а каждый переход делается это. Но одно сравнение, мы считаем, что у нас завод единичка. Вот. Ну, иначе там еще будет просто умножение на время одного сравнения, если у вас какие-нибудь строки надо сравнить. Вот. И на один swap. Ну, swap, мы считаем, тоже быстро делается. Поэтому здесь, по сути, у нас тогда время сортировки будет занимать, ну, там, θ от высоты, ну, или же омега от n log n. Все. Собственно, вот доказательства. Вот. Это первый вариант, что мы используем такие деревья. Второй вариант еще проще. Пускай у нас здесь просто все n-факториалы перестановок, один swap. Как бы, если у вас есть как бы одна транспозиция, да, то у вас там n-факториал пополам будет перестановок с этой транспозиции, n-факториал пополам перестановок без этой транспозиции. Поэтому каждая транспозиция у вас делит на два мощность перестановок, значит, у вас все будет логарифм. Это n-факториал перестановок или то же самое абсолютно. То есть можно деревьями так графически понятнее, можно чисто алгебраически с соображением мощности. Вот. Ну, он есть, это понятно. Если этот результат понятен, то, как бы сказать, он как бы крутой, но он немножко бесполезный. Ну, типа, да, вы знаете, что вы не можете быстрее сделать. Круто. Ну, и что теперь? Ну, эту оценку можно достичь, так что все супер. И она всех устраивает. Поэтому результат классный, но немножко бесполезный. Давайте, наверное, примерки рассмотрим. Будем рассматривать вот такую штуку. Вот. Ну, мы сейчас начнем изучать всякие сортировки и краски будем говорить про хипсорт сейчас. Или же про пирамидальную сортировку. Пирамидальная сортировка. Ну, здесь как бы отчетливо видно слово пирамида. Значит, нужно познакомиться с тем, кто такая пирамида. Поэтому сначала рассмотрим хип. Пирамида. Пирамида. Или еще иногда называют кучей. Это такая структура данных, которая умеет выполнять две следующие вещи. Ну, не две, точнее. Помню, что больше сейчас будет. Посмотрим, сколько. Первое – это ставить элемент. Ну, добавить элемент. Заор. Логин. Дальше, что он позволяет делать? Второе – извлечь минимум. Ну, понятно, что посмотреть минимум. Спросить размер, спросить, пустая ли она. Вот. Ну, спросить минимум золотой единицы. Узнать размер золотой единицы. Тут все просто. Вот эти вот наши два главных, так сказать, метода у кучи, которые мы хотим реализовать. Ну, окей, как будем хранить кучу? Давайте. Давайте что делать? Давайте хранить ее как бинарное дерево сначала. Давайте кучей. Сейчас будет конкретная реализация, бинарная куча уже. Вот. Платится труп. Все-таки. Немножко непосредственно получилось. Сейчас будем говорить конкретно про binary heap, про бинарную кучу. Вот. Собственно, кто это такой? Это полное бинарное дерево. Полное бинарное дерево для при этом для не листов. Ну, там все, что в серединке внутреннего узла и корень. То есть то, что не листы. Для не листов верно свойство куча. Ну, и в чем оно заключается? В том, что у вас... Так, у вас дерево бинарное, то есть такая вот какая-то штука. Вот. Это полное бинарное дерево на раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть элементов. Верно свойство кучи, то есть... Элемент в узле... Он, ну, меньше либо равен, чем элементы в детях. Вот. То есть у вас как бы вот для каждого такого треугольничка... Ну, или для такой вот пары, если одного ребенка нет. То есть то куча верно. То есть у вас верно вот такое соотношение, что этот строго меньше... Ну, меньше либо равен, точнее. Здесь тут строго. Тоже меньше либо равно здесь. Меньше либо равно здесь. Меньше либо равно и... Есть меньше либо равно. Таким образом понятно, что у вас минимум лежит в вершине, потому что у вас отношение сравнения, оно транзитивное. Вот. Ну, давайте нарисуем пример какой-нибудь кучи. Давайте импровизация. Сколько элементов будем добавлять в кучу, чтобы нарисовать? Давайте массив с семи элементами заведем. Отлично. Супер. Окей. Ну, понятно, что мы уже доказали там. Ну, как доказали? Значит, очевидно, что у нас в вершинке лежит минимум. И у нас будет семи элемент. Значит, вот так вот. Ну, окей. Давайте сюда закинем пятерку, наверное. За двойку. Ну, четыре. Сюда семь, сюда шесть. Вот так вот можно сделать. Это все еще является кучей корректной, бинарной. Почему? Ну, свойство кучи верно. У вас не интересуются отношения на то... То есть, какие-то вот неравенства между детьми конкретно в одной вершине нас не очень интересуют. Более того, у нас может оказаться, что на уровне выше лежит элемент больше, чем на уровне ниже. Потому что он лежит в другом поддереве. И это все еще окей. Мы, типа, все еще достигаем вот такой вот штуки везде. Так что все классно. Вот. Ну, понятно, что куча, она неоднозначно по массиву строится. Она там, ну, как-то строится. Ну, как-то вот построилась у нас. Ну, давайте теперь, собственно, перейдем к построению. И почему это работает. Видимо, тут я сотру уже. Окей, ну, чего мы хотим? Мы хотим научиться вставлять и удалять. Ну, для этого не хотим искать минимум. Нам помогут две вспомогательные функции. Одна из них будет ifTab. То есть поднимать элемент со дна, так сказать. Там давайте int. Так, давайте пока что. Как вы храните это как дерево. Те звездочка у нас будет. Ну, типа, какой-то тип. А, вот же шелон. Ну, ладно, int звездочка будет. Преимент тут куча. Все. int звездочка value. То есть это указатель на какой-то из узлов. Давайте, допустим, на этот. Вот. И давайте мы здесь скажем, что у нас там не шестерка, а, не знаю, там, 0. Вот. Мы указываем на тот узел. Ну, что мы делаем тогда? Ну, да, мы будем поднимать вверх. Мы будем там считать, что у нас... Значит, тоже. Не int, а not. Вот. У нас есть структурка узла. Куча вот. Который там хлинтинты. Как в списках было. Там, ну, у структуры ноды. Кто там у нее есть? Давайте мы будем хранить у нее родителя. Left. Right. Это все на звездочке. И там value. Это значение, которое в ней валяется. Ну, окей. Вот нам пришел указатель. Мы такие, а, ну, супер, классно. Что делать будем? Смотрим. Иф. Ну, да. Иф. Value. Вау. Value. Круто получилось. Ну, окей. Оказался... Ну, меньше либо равен. Давайте строго меньше, чтобы там, если что, лишний раз не подниматься. Если оказался строго меньше, чем value, parent, value, то есть, как в этой ситуации. То есть, у нас вот у этого узла оказался родитель меньше. Если родитель оказался больше, чем наш узел, то значит, нам надо, по идее, свопнуть местами, то есть, их поднять. Давайте я здесь вызову все-таки std swap. От кого? Ну, value. Value parent. Ну, все, здесь точка за пятой. И теперь... Все, мы их слопнули. Здесь у нас там пятерка. Здесь оказался нолик. Но вдруг нам нужно еще выше подниматься. Такое оно может быть. Поэтому давайте мы будем следующей командой рекурсивно запускаться от нее. Сифтап. Так у нас value уже указывает. Ну, модуль указывает уже на нужную. Мы же поменяли их там. То есть, теперь у нас вот сюда указывает наш value. То мы должны от него вызывать просеивание вверх. А, ну, и здесь типа надо еще посмотреть, что если вы еще от корня попытаетесь вызваться, то у вас не будет parent, поэтому вы должны будете проверить, что вы там не выходите за корень. Поэтому здесь типа parent, который наверх указывает, он нулптер, и там еще их, там parent не нулптер надо вставить. Вот, все, теперь будет все корректно. Ну, здесь закрыть скобочку, и все. Можно рекурсивный вариант, можно не рекурсивный. Это у вас просто, по сути, while. То есть, вы можете делать либо рекурсивный, либо просто while то-то-то, делать там swap, и все. Как бы кому как приятнее, кому удобнее писать. Это уже висит от вас. Окей, мы научились рассеивать вверх элемент. Своп, здесь он будет менять значение под указателями. Ну, конкретно, точнее не так, здесь он будет конкретно менять что? Ну, вы можете реализовать своп для value, и все будет окей. Ну, или можете не стдфсвоп, а своп свой написать там и поменять ручками указатели. Здесь вам надо просто переподвесить указатели, не более того. Что? Ну, пока что мы это все на дереве делаем, как видите. Потому что у нас теперь есть какая-то нода для того, чтобы до массива, до этим мы еще не дошли. Вот. Окей. Это просеивание вверх, теперь надо научиться... Сидничка. Вот. Так, мы научились просеивать вверх, надо научиться просеивать вниз. Теперь пузыри у вас всплывают, теперь надо топить научиться. Ну, окей. Что сделаем? Ну, давайте... Нам тоже будет дан указатель там на value. Давайте я тут начну писать, потому что тут повыше место, побольше. sit down. Ну, она тоже принимает там вся указатель. Ну, мы должны просеять просто элемент вниз, ну, например, но с местом для здесь постояла там десятка. Десятка – это сложно писать, девятка. Девятка писать проще. Ну, тогда мы должны свопнуть с минимальным из сыновей, если нам нужно свопать. Если нам не нужно свопать, то, ну, классно закончили алгоритм. Окей. Ну, давайте смотреть, как это сделать. if, там, value, стрелочка, left, стрелочка, value. Там, не знаю, как оно скажется. В чем мы хотим? Мы хотим утопить больше элемента. То есть нам нужно, чтобы меньше элементов всплыли наверх. Значит, здесь только меньше будет, чем val. Right. Value. То есть мы выяснили, что нам, если нужно будет менять, то менять вот с этим вот чуваком. Давайте проверим, нужно ли нам менять. Ну, это делается тоже кривиально. Val, left, value. Оказалось, строго меньше, чем val.value. Ну, тогда вы делаете там своп свой. Поменяйтесь с левым сыном. Ну, я думаю, дальше понятно, что мы будем делать. Вот. Ну, и здесь вы делаете эти. Поменяли их и рекурсивный запуск от левого сына. 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 Иначе... Иначе это делать окей, хорошо. Если это неправда, то, видимо, надо поменять с правым сыном. Потому что у нас... Причем не так. Если у нас иначе здесь будет стоять, то есть, если это неверно, то нам менять с минимумом не надо. То есть... Давайте здесь эту ситуацию представим. Нас один, вот у нас два. Дело, что это правда, что левый меньше. Возможно, нам надо... Это минимум среди них, да? И оказалось, что здесь лежит в вершинке что-то, что меньше, чем... Точнее так, что больше. Что-то, что больше родителя. Вот это вот. То есть... Треться перерисовать. Три, два, один. Здесь два, здесь три. Вот. Вот это тот случай, который мы сейчас переходим по EFAM. Почему? Ну, потому что у нас вот left value, он оказался меньше, чем right value. Это соотношение верно. Но ведь здесь значение левого оказалось строго меньше, чем значение в корне. Но это мы уже рассмотрели случай, просто меняемся. Хорошо. Иначе выясняется, что мы меньше, чем минимум из этих двух. Значит, мы стоим на месте и все, и закончили. Здесь else не нужен никакой. Нам нужен else будет после вот этого вот чувака. Вот. Иначе у нас оказывается, что... Ситуация, что здесь 2 и 3, они поменены местами. То есть здесь 3, а здесь 2. Вот. Что тогда в таком случае делать? Ну, мы также абсолютно сравниваем с правым. Если надо, то запускаем рекурсивные, если нет, то нет. Вот. Думаю, дописывать код уже тут не нужно. Это просто. Вот. Ну, и опять же, вы можете не рекурсивно их реализовывать, потому что через вайл все эти соотношения проверять. И все. Ну, здесь чуть посложнее. Ну, вы запускаете вайлте, правда ли, что менять надо. И все. Как-то так. Например, вы можете сравнить, как. Пока значение там у нас окажется больше, чем какой-то там из этих двух, то надо поменять. Все. Если у нас есть просеивание вверх, просеивание вниз. Обе функции. За, от, высоты дерева. Высота нашего бинарного дерева. Ну, высота бинарного дерева, понятного, с n элементов, всего. О, то есть, от, логан. Все классно. Все классно. То есть мы за логарифм научились делать сивдаун и сивтап. Давай тут и сотрем теперь. Ну, теперь давайте реализуем основные вот эти функции. insert и get min, ну, remove min. insert от, ну, интенок сохраняем, ну, целый. Ну, понятно, что для начала нам надо создать ноду. Нод звездочка. Нод звездочка чего у нас будет? Давайте назначим ее. New node. Она там у нас равна. Короче, можно вот так вот написать. New node от value. Если вы определили конструктор, конструктор для ноды от value, то так сработает все. Вот. То есть у вас в гимнической памяти выделится нода, который будет лежать в value. Ну, указатели все будут, ну, птерами, понятно. Ну, давайте теперь поймем, куда надо вставлять. Ну, нам надо на последнем уровне найти самый правый незаполненный узел. А если весь правый уровень заполнен, то создать новый. Поэтому что будем делать? Давайте хранить еще в куче, помимо там размера и указателя на корень, давайте еще научимся хранить такую штуку, как самый там крайний узел. То есть там указатель сюда, например. И понимать, нужно ли там, заполнен ли уровень текущий или нет. Чтобы понимать, надо ли нам переносить на новый уровень или достаточно сюда вписать. Потому что мы сейчас будем куда-то его подвешивать просто. Вот. А для того, чтобы у нас была куча как полное бинарное дерево, нам нужно его подвесить, типа, если на новый уровень, то как левым сыном вот этого чувака, который вот у нас родитель. Либо же, если у нас здесь нет никого, то подвесить как можно правее в незаполненный уровень. Вот. Поэтому просто поддерживаем указательно крайнюю ноду и проверяем, заполненный уровень. Это достаточно просто делается. Вот. Ну, например, можно поддерживать пассив самых крайних правых на каждом уровне. И все. Ну, либо там какие-то булевские пометки пересчитывать, если вы хотите через где его делать. Вот. Ну, нода. Ну, нод parent. Ну, нод parent, ну, пускай чему будет равен. Ну, он, понятно, равен, там. Обозначим его как end нода. End нода — это там глобально в куче какая-то есть указательная нода. Вот. Соответственно, левый и правый ребенок, тогда понятно, что они нулы, потому что это нижний уровень, которым можно быть. Поэтому они остаются нулами, как и были. Ну, и теперь единственное, что нам надо... Вдруг мы сюда подвесили элемент, который окажется вообще нулем. Это грустная история. Побольше нарисуем. Здесь надо. Грустная история тем, что нарушены свойства кучи, но у нас есть сифтап и сифтдаун. Нам нужно сделать так, чтобы ноль эксплул как можно выше. Поэтому вызываем от него сифтап и все. Ну и все. Insert вот мы выразили через просеивание вверх. Давайте теперь научимся... Ну, понятно, что здесь все за константу, здесь за логарифмом. Вот, писали. Теперь нам нужно учиться удалять элемент. Ну, удалять минимум, точнее. Как удалять минимум? Ну, окей, вот этого теперь у нас не было. Ну, предлагается следующий вариант. Достаточно простой. Давайте слопнем значение корня. Мы же удаляем из корня. Это здесь минимум. И значение в крайней, ну, терминальной, назовем так, ноде. Вот. Слопаем. То есть здесь единичка. Здесь пятерка. Вот так вот. Потом мы говорим, что хорошо. Типа, здесь больше связи нет. Все, мы оторвались от родителей, потому что мы удаляем его все-таки. Ну, говорим, что parent left children, parent right children там ноль. Ну, ptr, точнее. Ну, и у этого parent тоже no ptr. Все, отвязались. И осталось последнее, это вызвать, ну, нет, предпоследнее. Вызвать delete от этого чувака, от этой ноды. И потом пятерку, ну, это может нарушенное свойство кучи, опустить вниз. Давайте кое мы пишем. Экстракт. Вот, это называется экстракт. Я забыл слово, вот вспомню. Экстракт min. Ну, окей. Оп. Так. New. Не new node, а root value и end node value. End node. Слопнули. Все. Это вот первый шаг, потому что пятерку в единичку. Здесь, в зависимости от того, как у вас будут устроены деревья, я просто напишу. Отвязываем узел. Я взваем end node. Дальше обязательно вызываем delete от нее. Ну, нет, но там другой указатель. Ну, можно видеть этот node. Да, заметьте, отвязываем end node и здесь, типа, ищем новую end node сразу перед тем, как отвязать. Что это может быть? Это может быть то, что вы, и окей, если я был вот этим вот, иначе мне нужно обратиться к левому сыну, да? Иначе, если тут нет левого сына, то есть мы удалили левого, мы такие, окей, поднимись наверх, посмотри. Типа, если я был левым сыном, то надо подняться на один выше, потом на один влево и максимально вправо идти. То есть у вас как такой обход. Типа, вы идете сюда, смотрите. Норм, не норм? Типа, это, типа, кто у тебя левый сын, это я или нет? Если да, то все супер. Точнее так, если нет, то значит, это был типа правый сын, и его просто можно удалить, и я эту ноту сюда переставить. Если же мы оказались все-таки левым сыном настоящим, то нам нужно подняться на один вверх еще. Ну, или там вот так вот, ну, как пойдет, здесь вы с того, кем вы являетесь. Ну, просто я нарисую стрелку вверх, короче. Вот, это вы поднялись на родителя. Вот, ну, понятно, так у вас тут-то уже точно полное дерево на уровне выше. Вы можете спуститься на одного влево от него и идти максимально вправо. То есть там, типа, такой вот обход из трех шагов будет. Из четырех. Посмотрели в родителя. Ага, оказалось, что мы единственные у него сыны, значит, нужно подняться на один выше, на один влево, и на один вправо пойти. Гарантируется, что мы так найдем нужный узел. Если мы не были самым первым элементом, конечно же. Если мы были самым первым элементом и нас удалили, то, ну, ничего не надо переподвешивать. Нода, типа, идем тут вверх. Вот. Ну, идем вверх и все. Идем до корня. И там один вправо и максимально влево. Точнее не так. Если вы были здесь, типа, были единственным узлом тут, вы такие, окей, хорошо, удаляюсь. А я в ноду буду указывать. Вы поднимаетесь до корня, идете максимально вправо. Потому что тут у вас уже полный уровень есть. Вот. Как можете видеть, мороки, короче, очень много с этим деревом. Вот. Поэтому сейчас мы допишем боль, связанную с деревом. Мы научимся нормально хранить эту кучу, чтобы больше никогда так не делали. Вот. Здесь там удаляем то, что... Я напишу, что здесь, типа, старую надо удалять. Никогда вы уже перескочили. Если вы уже перескочили, то как бы все, очень грустно. Вы что-то валидно удалите. Вот. Ну и стал сделать shift down. То есть просеять вниз от корня. Ну и все. Здесь все просто. Как бы здесь главное вот это вот, отвязать и ноду ее поддерживать. Это самое сложное. Вот. У нас там был звонок. Давайте, наверное, минутный перерыв, и мы научимся нормально хранить кучу. А не как предполагается. Так. Окей. На чем мы закончим? Мы закончим на том, что написали основные операции, поняли, что как-то с этим деревом огромная морока. Вот. Давайте хрените, как дерево. Вот. Как-то можно реализовать. Но заметим, что во всех функциях, которые мы использовали, нам нужно было вот такой вот функционал поддерживать от ноды. Дай мне левого сына от ноды. И дай правого сына от ноды. Ну и все. То есть нам нужно было вот такие вот три штуки уметь получать от ноды. Вот. Давайте абстрагируемся от того, что это какой-то узел деревя. Там типа указатели, что-то сложное, что-то умное. Вот. И будем пользоваться вот этими вот тремя штуками. Тогда понятно, что на них тоже все можно переписать. Весь код. Окей. Теперь в чем сила того, что у вас полное бинарное дерево? И почему я говорю, что нам надо как можно левее пристраивать? Давайте мы сейчас задимся такой благой целью, целью ускорения кода и храним всего этого не как дерево, а как массив. Давайте выписывать уровни сверху вниз, слева направо, читая их. Ну, прям как книгу читаем. То есть вот у нас нулевой элемент, это корень, пятерочка. Потом второй слой. Три, два. Три, два. Дальше, третий слой там. Короче, все потеряно, но пускай это будет семеркой. Ладно, у меня не получилось, но я верю, что вы можете представить, что это семерка. Пять, три, два, там, три, четыре, семь. Вот какой-то у нас массив кучи, да? И теперь у нас будет нода характеризоваться индексом в этом массиве. То есть у нас такое отношение к эквивалентности, но вот индекс. Теперь как получить по индексу индекс родителя? То есть как getParent написать, например? Ну вот, индекс. Мы хотим получить индекс родителя. Ну, все просто на самом деле. Давайте просто увидим формулу. 0, 1, 2. Что это будет? Return. Вот здесь вот напишем. Return. Индекс минус 1. На 2. Все. Все очень просто. Ну, 1 минус 1 пополам 0, 2 минус 1 пополам. Это число, добавляем 0. Все, родители получили верно во всех случаях. Ну, если вам это все еще не очевидно, окей, давайте 3, 4. Ну, здесь тоже верно, 2, 4 тоже верно. Все супер. А давайте getLeft. Я уже буду писать совсем сокращенные нотации, потому что все и так понятно. Здесь будет все какая-то одна строка. Что будем возвращать? Ну, видимо, 2 на индекс плюс 1. Ну, right, понятно. Ну, right, понятно. Плюс 2. Все. Все просто. Вот мы вообще с левой и правой стороны получаем. Поэтому можем хренить это как динамический массив. И когда у нас идет вставка, добавление элемента, мы его добавляем в конец, там, не знаю, как будто 0 добавили. И теперь смотрим, надо ли там… Мы его посеиваем вверх. И в тап, и там сравниваем с родителем. Ну, можете ручками это помоделировать, как у вас будет меняться массив после каждого свопа. Вот сейчас я не очень хочу это делать. Вот. Просто графически это удобнее представлять деревом, а в коде это очень удобно делать массивом. Потому что у вас очень явная индексация, и все очень быстро делается. И нет вот таких вот приколов, типа, надо почистить какой-то указатель, поддерживать крайний на что-то указатель. Крайний у вас автоматически поддерживается? Поддерживается. О том, какой уровень, вы особо не задумываетесь. Это автоматически все насчитывается. Что-то надо удалять? Ну, нет. У вас вектор сам все почистит. Вот. Ну, единственное что, единственное что, да. Когда у вас remove min, вы же свопаете его там. Экстрактный, точнее. У вас здесь своп будет с корнем. И вот для этого элемента… Вдруг он там хренит себе динамическую память какую-то. Вот. А мы, типа, сайс уже сдвинули на единичку. Давайте мы вызовем просто для него явно деструктор типа T. Вызовем и все. Если это не базовый тип какой-то. Ну, если прям очень надо экономить память, вы хотите ее почистить. Да, деструктор можно вызвать явно, если он рассказывает на лекции. Как бы вы говорите, там, T, точка, тильда, T, круглые скобочки. Вот такая конструкция. Точка – это обращение к методу, тильда – это, собственно, сам метод, деструктор. Вот. Но можете на это подзабить немножко, потому что у вас все равно, когда работа закончится, у вас у тебя будут пересдираться элементы кучу раз, каждую, типа, вставку. Потерян. Вот. Каждую вставку элемента будет пересдираться, каждый пол здесь что-то лишнее будет храниться, но все будет окей, потому что рано или поздно ваш STD-вектор все удалит. Он вызовет деструктор от всего, и можете не мучиться с этим. Почему и как это устроено, вы пройдете на курсе плюсов, наверное, зимой. Ну, как-то так. Так вот рассказ о бинарной пирамиде. Понятно, как сортировать массив тогда с помощью нее. Вы просто N элементов вставили в нее, и N раз сделали в нее. Все, гениальная сортировка, я считаю. Давайте теперь... Сколько у нас там времени осталось? У нас до 15-20 лекций. Полчаса, отлично. Сейчас будем эконом душить. Давайте задумаемся о следующем, о том... Вот у вас есть массив, да? Вы хотите на нем построить пирамиду. Вот у вас есть какой-то массив, он не удовлетворяет свойство пирамиды. Ну, давайте, не знаю, какой-то рандомный массив. Но он явно не удовлетворяет свойство пирамиды. Я нарисую даже дерево ему соответствующее. Семерочка, четерочка, единичечка. Шестерочка. Двойочка. Четверочка. Тройочка, да? А мы хотим сделать на нем пирамиду. Причем на месте, не используя доп.память. То есть мы хотим написать функцию, она называется Hippify, стандартная. Которая принимает массив, ничего не вращает. И переставляет в нем элементы так, чтобы они были упорядочены, как куча бинарной, той же индексации, что мы хотели. Вот. Ну, утверждается следующее, что алгоритм будет устроен так. Давайте возьмем вот этот слой, да, и попытаемся на нем все элементы просеять вниз. Ну, что-то просеялось, что-то нет. Пятерочка, например, двоечки поменялись местами. Просеялись, супер. Давайте дальше. Давайте теперь подниматься на один уровень вверх и снова просеивать элементы вниз. То есть вот у вас слой. Вы просеяли все из него. Дальше поднялись со слов выше, просеяли все из него и так далее, пока не просеяли корень. Ну, просеиваем корень. Здесь, вон, седничка будет схопаться. Ну, просеивание дальше вниз работает. Семерка схопится стоечкой. Ну, все, вау, у вас получилась наша прекрасная бинарная конструкция. Вот, ну, понятно, как это делать. Типа у вас вот этот слой, он занимает, там, ну, можно посчитать, короче, сколько он, там, индексом несложно. Вы можете, ну, там, в крайнем случае хранить, сколько у вас, типа, не добивает до ближайшей степени двойки элементов, и все. Ну, не хранить, посчитать даже можно. Шестерка. Вот, когда вы это посчитали, вы умеете находить, там, предыдущий слой, прошлить по всем элементам, поднимаетесь вверх, это деление на два, вот этого вот индекса будет. Потому что, если заметить, что у вас эти индексы, чего вы будете себе представить? Здесь будет 3, 4, 5, 6, 7. И мой индекс. То есть это будет степень двойки минус 1. Поэтому вы можете просто найти максимальную степень двойки, которая входит, оттягивать от нее единичку, и вы получите предпоследний слой. И его дальше вниз просеивать. Можно так делать. Вот. Здесь я уже воспользуюсь подсказкой, чтобы быстро ряд выписать. Сколько это будет работать? Давайте возьмем текущий уровень за h. Да? То сколько у нас элементов на уровне h? Ну, давайте, это на револе уровень. Это первый уровень, это второй уровень. Отлично, два степени h элементов просто на уровне. Два степени h элементов на уровне, да? На уровне. И сколько с ними операций выполняется с каждым? В терминах высоты. Ну, с каждым из них выполняется... Не знаю, давайте, ну, уже. Два степени h элементов на уровне, и с каждым из них упирается... Не более утопление, чем на h, большое, минус h. h, опускание с каждым. И с каждым. Ну, логично у вас. Если общая высота дерева, это h большое, то вы не сильно глубоко можете выпускать элементы. Вот, элементов, которые будут сильно много опускаться, их будет все меньше. Ну, h большое, это лог двоичный n. Ну, округленный вверх, но мы скажем вот так, плюс один. Это точно правда. Вот. Окей. Ну, это можно так посмотреть. Можно посмотреть не 2 в степени h элементов, а давайте по-другому посмотрим. Ну, или давайте так даже. Давайте выпишем ряд, какой будет у нас. Сумма по всем уровням. Начинаем индексировать мы с h, равный лог двоичный n, плюс один до нуля, да, индексируем. Ну, у нас будет уменьшаться наше индексирование. Сколько у нас элементов? 2 в степени h, да, на h минус h. Вот такой вот ряд получился. Ну, h минус h, то вот сколько опускания элементов будет. Ну, понятно, что можно здесь индексы переставить, все местами, и все будет окей. Вот. Просто интуитивно понятнее, что мы, типа, берем нижний уровень сначала, просеиваем, потом уровень чуть выше. То есть, как бы, индекс у нас меняется так, но сумма конечная, поэтому здесь все хорошо будет, если просто переставим. Ну, я здесь возьму до лог двоичный n, чтобы у нас тут хвостик лишний не болтался нигде. Ну, окей. Ну, давайте посчитаем этот ряд. Лог двоичный n, 2 в степени h. Да? Вроде бы да. Окей, ну, сумма геометрической прогрессии, это чего у нас тут? 2 в степени, ну, минус там, пока что что-то, что-то. Давайте оцениваем вот этот вот кусочек. Это у нас геометрическая прогрессия. 2 в степени лог двоичный n. Минус 1 делить на 2 минус 1. Или же здесь минус 1. Ну, приблизительно n, да? n лог n, не круто. Что-то не сошлось. Должно быть, у от n получиться. Давайте искать ошибку о рассуждениях. Ну, я воспользуюсь своими записями. Окей, давайте мы будем просто… Вот у нас есть вот этот элемент. Он имеет индекс n пополам, если что n — размер куча. Это понятно. Потому что у нас на всем уровне ровно половина элемента располагается. Окей, тогда h минус первом уровне элементов n на 4. Давайте… То есть это у нас все-таки… Да, ну, понятно. То есть здесь h большая. Что? Ну… По-моему, здесь можно даже с нуля, но нам-то особо не будет важных доказательств. Что? Нет, здесь имеется в виду на h минус первом h большой, где h только это 100. Просто высота пирамиды. Ну, 100 у вас три уровня, типа. Ну да, тогда, другая, с единицей индексируется. У вас первый уровень, второй уровень, третий уровень. На втором уровне у вас не более, чем n на 4 элементов, это понятно. Потому что тут n пополам. Если вы уберете их, то здесь тоже не больше будет от всего. Вот, на h минус первом. Соответственно, на h минус втором. Здесь будет n на 8. И так далее. Вот таких терминов давайте размышлять. Вот, тогда, что у нас получается? У нас получается вот такой вот классный ряд. Сумма по k, равным единичке до h. То есть, начиная с уровня высоты h, то есть высота дерева и так далее. Будем опускаться. Сколько у нас элементов на нем? n делить на 2 в степени k плюс 1. Это понятно. Вот это типа вот k. Вот это вот наше k. Умножить на k. Умножить на 1. Ну, почему здесь вот такой вот классный множитель появляется? Вот это вот у нас число элементов на уровне. А вот это вот, грубо говоря, глубина, на которых надо опустить. Ну, k раз, делать вот единицы, делать один своп. Сив-даун. Глубина. Вот, ну и все. Теперь я хочу, чтобы мы доказали, что этот ряд сходится код n. На самом-то деле. Этот ряд. Я перейду на тоску, чтобы я буду просто выписывать доказательства. Ну, o от n можно вынести, но тут у нас от индекса суммирования не зависит вообще. o от n на сумму по k, равному единичке до чего? До h. k делить на 2 в степени k. Ну, плюс 1. Вот. Вот такой вот ряд. Теперь надо научиться с ним что-то делать. Вам предлагается вот такой вот классный переход сделать. Ну, вот это вот утверждение, верно, при k там от 4 начинаю. По индукции заказывается легко. Что у вас кондициональная функция растет достаточно быстро. То есть это меньше либрано, чем у от n на сумму единички до h 2 степени k пополам. Деректот на 2 степени k. Ну, сокращаем. Дашь, 2 степени k пополам. Вот так вот. Минус только. Ну, казалось бы, все круто, да, но не очень похоже на геометрическую прогрессию, которую мы привыкли видеть в школе. 10 k пополам. Ну, давайте оценим отдельный ряд. Красившим рисуем. 2 степени. 1,2 степени k пополам. Вот. Ну, окей. Я предлагаю разбить ряд на 2. Подсчетный, но это нечетный индекс. Ну, здесь меньше веронок, потому что здесь где-то одно лишнее слагаемое будет, но мне лень его искать. 2 степени 2k. Ну, вы согласны, да, что это можно разбить просто? Вот это у вас будет типа нечетный слагаемый. Вот. Типа у вас k пополам. То есть у вас может быть это вот так вот и вот так вот. То есть везде еще деление на 2. С этим рядом вообще все легко. Это у вас просто 1,2 степени k. Сумма по k. Ну, это меньше, чем бесконечная сумма, это единичка просто будет. С этим что делать? Ну, это все то же самое. Давайте вот этот ряд мы сейчас распишем. 1,2 степени к коренью. С двух. Это вот это вот 1,2 вот тут вот вылазит как раз. Даже не так. Вот такая вот штука получится у вас. Вот такая вот. Если вы вынести вот эту вот 1,2. как ножитель, сюда 1,2,2, у вас получится одинаковый ряд. И он будет вот как 2 степени k суммироваться. Ну, еще один. Диверсия, Андрей Михайлович, вообще все классные мелки испортили. Все большиняки закончились, стали только маленькими. До бесконечности. 1,2 степени k естественно. Ну, или же 1,2 корень 2 плюс 1. То есть мы сошлись в константе. Вот, стул. Значит, подставляем этот классный результат сюда. От N. Все. Мы показали, что можно построить таким алгоритмом золотой пирамиды на массиве. Не то, чтобы это как-то нам поможет в жизни. Потому что в сортировке у вас все равно за N. Лог N делается, что можете в тупую просто вставлять кучу элементов. Но, как-то есть фанфакт, который вам придется доказывать на экзамене. Вот это выводить надо будет, да, этот ряд. Ну, что здесь сложного? Единственное, вот, ну, раскрыть начетный и нечетный. Это, не знаю, олимпиадный ход 7 класса. Ну, H минус 1 уровень, да? Ну, понятно, что у вас, типа, здесь, вот на последнем уровне. Мы его вообще не рассматриваем никак. Он вниз не опускается. Предпоследний уровень на нем, ну, не больше, чем N пополам элементов. Да? Ну, даже не так. Здесь не больше, чем N на 4. Почему? Потому что вот здесь вот N пополам, грубо говоря, лежит на последнем. И над ним лежит N пополам. Поэтому остается N на 4. Аналогично здесь только N на 8. Типа у вас здесь будет лежать 3N на 4, а сверху N на 8. Поэтому N на 8. Ну, по индукции у вас наконечное. Тут вообще просто по аналогии продолжаем, что у нас здесь будет на H минус K там N делить на 2 в степени K плюс 1 элементов. Вот. А утопление у вас всего происходит K. Ну, то есть, тот ряд, который я сначала написал ошибся, там была единственная проблема в том, что у вас... Я здесь поставил H большое минус K. Вот. Это было очень грустно. Потому что это неправда. Мы только на K, на K уровне вниз. Вот. Поэтому ряд строится вот так вот, ну и доказательство тоже несложное. Там вот один такой трюк есть. Вот. Если вы будете читать где-то в интернете, там в статьях, обычно этот ряд там доказывают как-нибудь по-другому, там через какие-то лему сложные. Вот. Мне стало как-то лень в них разбираться. Я решил посмотреть, что будет если так делать. И все сошлось. Вообще-то круто. Вот. Окей. У нас остается 15 минут. Супер. Что? N большое – это количество элементов просто во всей куче. Во всей, да. Во всей. Вот. Ну, мы показали, что можно построить дальнейное время от длины массива. Куча на массиве, на том же. Вот. Как-то так. Окей. Про бинарную пирамиду, пирамидальную сортировку. В принципе, все. Понятно, что у нас работает за InBlogan. Так как мы можем это делать in place. То есть, в InPlace – это на месте, без доп-памяти. У нас доп-память нам не нужна. Все окей. Классная сортировка, доп-память нет. InBlogan в кучем случае. Все супер. Вот. Ну, как-то так. Если есть еще вопросы по этой штуке, задавайте. Или мы сейчас еще немножко про сортировку с Лианей поговорим. У нас время осталось. Ну, ладно. Если вопросов нет, то нет. Так, у скайпора следующая. Ну, там реакция или окно вообще? Супер, значит, можно задержаться. Окей, давайте поговорим про сортировку с Лианей. Весь разговор короткий и быстрый, потому что все очень просто. Ну, решение такое. Давайте что сделать? Вот у нас есть один большой массив. Да. Разделим он две половины и отсортируем каждую. Сорт Л. Сорт Р. Когда вы отсортируете половинки, вы можете их слить. Делать мертвый ТЛР. Вот. Когда у вас вот этот вот маленький кусочек тут вот такой вот, половинка его, вы его тоже можете рекурсивно разделить пополам. То есть все достаточно быстро. Все просто. Рано или поздно вы придете к тому моменту, что у вас два элемента на уровне, и там можно пополам послапывать и все. Типа туда у вас тут два элемента. Вы такие, блин, сложности от массива с двух элементов. Ладно, не буду рекурсивно дальше биться, буду смотреть, надо свапать или нет, чтобы получить сортированное, и все. Вот. Соответственно, тогда у нас кайрекурренты получается. Теперь мертвый ТЛР. Вот. Нам вниз, потому что это не ясно. Ну, понятно, почему такая рекуррента. Типа вы два раза запускаетесь от левой и правой половинки, до ТЛР пополам, и потом у вас слияние будет происходить. Осталось понять, как мертвый ТЛР устроен. Ну, мертвый ТЛР просто. Вот у вас из 2 сортированных массива. Но они даже примерно разные длины, все настолько круто. Пускай они будут оба равной длины. П и П. И вы хотите выделить, ну, в итоге у вас суммарный массив, который вы все это сольете, будет длины 2П. Ну, и как сливать? Заведем до указателя. И смотрим, какой из элементов меньший. Этот, этот. Давайте разлинуем его, что ли. Ну, если этот... П1, П2. Если этот меньше, то, ну, пишем сюда, там, А нулевой. Это у нас будет массив А. Это будет массив Б. Если А нулевой меньше, чем Б нулевой, то пишем А нулевой и сдвигаем указатель. Ну, и дальше сравниваем. Смотрим, кто из них меньше, того и пишем. Допустим, этот оказался меньше. Тогда пишем сюда Б нулевой и двигаем этот указатель вперед на 1. Ну, давайте так случилось, что у нас, не знаю, типа, сдвинулся указатель до конца вообще. То есть мы сюда записывали А первый, А в этой. Минус первый пока. Вот так вот. То есть у нас как бы дошло до конца, и мы, типа, уже не можем ни с чем сравнивать. Нам некуда двигаться. Ну, точнее, дошли до конца, мы его выписали и ушли за конец. Все. Если мы ушли за конец, то нам остается выписывать хвост массива Б. Потому что его вот этот вот элемент, Б первый, оказался больше, чем А в этой вообще минус первый. А значит, что он и подавно, больше бы равен, ну, и подавно всех остальных до А первого. Это транзитивность. Потому что у вас массив А, он отсортирован. Вот. Ну, тогда мы писаем просто хвост Б, и все. Ну, за сколько это работает? Ну, понятно. Такой простой алгоритм работает за от длину А плюс длину Б. Потому что каждый элемент вы просматриваете не более одного раза одним из указателей. Сейчас. Ну, тогда у нас в итоге это мердж, как выясняется, да, что это столько же, сколько элементов на текущем уровне. Ну, такие рекурренты мы решили на первом семинаре. Решение ее вы тоже знаете. Вот. И все. Ну, можете по индукции раскрыть. Вы получите ряд. Сходящийся. Ну, все. Вариант первый. Второй. Помостить от теории. Может, попробовать. Если очень хочется. Ну, вариант третий. Сейчас я просто предложу, как графически анализировать. Можно рекурренты. Простенькие. Сложные нельзя. Не получится, конечно, так сделать. окей, вот у вас был большой массив, да? Он распался на два. Каждый декабрь пополам снова. Вот у вас дерево, получается, рекурсии, по сути, да? Поймем, что на каждом уровне у нас от n элементов. Даже не так. n элементов. Здесь, вот он, второй уровень. Здесь тоже n. Здесь тоже n и так далее. То есть на каждом уровне n штук всего. Ну, и слияние делается за от n. Поэтому, грубо говоря, здесь времени на каждом этапе от n. Ну, на слияние. Потом, когда у вас будет обратная рекурсия возвращаться. И возникает вопрос, сколько уровней. Ну, уровень, понятно, логарифм. Вы не можете сильно долго делиться пополам. То есть то с логарифмом уровней на каждом от n действий. Вот простенькое доказательство от n лога. Да, в общем случае, вы можете, рекурренты вот такого вида, также расписывать деревья рекурсии. Ну, единственное, что там будет достаточно сложно иногда анализировать их, получаться. Вот. Целых пять минут еще осталось. Так, окей, ладно. Я тогда, видимо, сделаю затравку на следующую лекцию, с чего мы начнем. Все-таки эту прикольную штуку хочется рассказать. Не то, чтобы она понадобится в жизни, опять же, но не все алгоритмы нужны. Куча тоже почти нужна, если что. Потому что потом мы дойдем до деревья поиска. Окей. Хочу рассказать про… Пускай у нас будет просто два массива. Массив А. Длина А равно какому-то числу n. И массив B. Длина B равно числу n. Я хочу их слить за… Ну, хочу их просто слить, они отсортированы. Как я предлагаю это делать? Ну, можно таким алгоритмом. То есть, заделать за от модуля А плюс модуль Б. Как мы уже умеем. Хорошо. Ну, то есть, вот m плюс n. Мы обозначили. Длина. Я тебе напишу так. m плюс n. Окей. Ну, все просто, да? А давайте допустим, что в массиве А один элемент. У вас есть один элемент, и ты выходишь большой массив B. Ну, круто, да? У вас будет линейное время, когда можно просто один поиск найти место, куда вставить. То есть, второй вариант. Действовать вот так вот. Правда, что оптимальное? И когда? Ну, вот здесь непонятно, что значит значительно больше. Вот как это определить вообще? Ну, как я количественная мера должна? Потом, не знаю. Меньше, чем 10 логарифмов. Меньше, чем логарифм квадрат. Что-то еще, типа. Ну, вот возникает вопрос. Окей, хорошо. Допустим, мы как-то это определили, и наш алгоритм работает за вот такое время. За минимум из этих двух. Здесь фигурные скобочки обозначу. А здесь так вот. Не нужно. Вот такое вот время. Не поверьте, но это тоже не оптимально. Можно быстрее. Вот. Собственно, я сейчас напишу 8 точек, за какую можно. Вот так вот можно сделать. Все, я вас шокировал. Рассказывать про то, как это сделать, я буду на следующей лекции. Мы не успеваем, к сожалению. Вот. Поэтому, так сказать, можете почитать. Это называется вот так вот. Экспонент, шоу, тёрч. Это как сделать бинпоиск ещё круче, ещё быстрее, чем бинпоиск. Хотя, казалось бы, куда быстрее, чем бинпоиск. Вот. Вот можете почитать, если вам интересно будет. Ну, на следующей лекции обсудим это. Вот. Ну, ещё теорема будет без доказательств сразу, что быстрее, чем это, нельзя. Это уже без доказательств, это просто вот факт такой. Вот. И в следующей лекции ещё такое напутствие. Почитайте про неравенство Йенсова. Неравенство Йенсова. Вот. Это полезная тоже штука. Всяких там дискретных оптимизациях и так далее применяется. Вот. Мы им будем пользоваться в следующей лекции вначале. Вот. Ещё мы поговорим про QuickSort, наверное. И про сортировки основанных сравнениях закончим. Вот. В принципе, на этом всё. Ну, спасибо за внимание.